Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Новые квартиры. Один актер на весь шедевр. Наш корреспондент побывал на финальном прогоне моноспектакля театра драмы «Новиченто». Сотрудники полиции принимают поздравления. 10 ноября их профессиональный праздник. Раньше это был день милиции, теперь день у сотрудников органов внутренних дел. В Самарской области на службе в разных подразделениях МВД занято более 16 тысяч человек. Сегодня служители правопорядка почтили память погибших при исполнении товарищей и приняли участие в торжествах. На этой мемориальной плите более 200 имен милиционеров и полицейских погибших в разные годы при исполнении служебного долга. Отдать дань памяти для тех, кто в строю – дело чести, особенно в профессиональный праздник. Он начинается с возложения цветов. Профессия «Хранить правопорядок» требует полной самоотдачи и каждый год в день сотрудника органов внутренних дел награждают тех, кто отличился. Наталья Колпачникова уже больше 10 лет работает в кинологической службе. Благодарственное письмо от главка – это, по словам девушки, не только ее заслуга. Ведомственных наград удостоились оперативники, сотрудники кадровых служб, бойцы спецподразделений. Случайных людей в этом списке нет, уверен начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. По итогам 10 месяцев благодаря их работе при содействии жителей региона. Преступность Самарской области снизилась. Хочу сказать всем сотрудникам органов внутренних дел огромное спасибо за их труд. За большую поддержку населению хочу сказать спасибо за то, что вы верите в нас. Мы, обещаю, вас не подведем. Мы должны с вами жить и дышать свободным и чистым воздухом Самары. Ежедневно за порядком в губернии следят 16 тысяч полицейских, плюс 10 тысяч общественников добровольной народной дружины, народного контроля и ночного патруля. И в праздник многие из них остаются на боевом посту. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. В 2015 году повысился и процент раскрываемости преступлений. Итоги работы за год подвели на торжественном собрании. С профессиональным праздником сотрудников внутренних дел поздравил губернатор области Николай Меркушкин. Глава региона вручил награды. Шесть человек специального отряда быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность на Северном Кавказе во время проведения Олимпиады, награждены медалями за отвагу. Еще пять сотрудников полиции получили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора. За последнее время происходят заметные положительные сдвиги. На мой взгляд, очень положительно сказывается работа с населением. Вот она как раз создает те условия, чтобы люди больше доверяли, люди больше обращались и люди в конце концов помогали, в том числе полиции, разрешать те проблемы, конкретные случаи, конкретные преступления и так далее, и так далее. Без такой активной связи с населением. Этого доверия тоже нам быстро не добиться. За весь период службы моей, 16 лет уже больше, ни разу не разочаровался. Готов служить дальше и приносить забор народу. За лето Самара стала чище. Это уже заметили жители города. Но и осенью благоустройство в приоритете. Глава Самары Олег Фурсов провел селекторное совещание с главами всех районов. Темой стал новый подход к порядку на улицах города. Мелочей здесь быть не может, убедилась Марина Кравцова. Межсезонье не повод расслабляться и ждать снега. Красивым город должен быть в любую погоду. Очистить улицы от пыли и листвы в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил глава Самары Олег Фурсов, руководству районов, департамента благоустройства и муниципальным предприятиям. 10 пылесосов работают в ночь ежедневно и 2 пылесоса работают в день ежедневно. Это по большим. То, что касаемо маленьких, мы работаем 8 пылесосов. Ситуация еще усугубилась тем, что дожди и очень много машин паркуется в газонах. Очень много. Оттуда все это вытаскивается. На подбор мусора нужно усиливать ситуацию, то, что говорил сегодня глава. На этот ноябрь, сейчас пущите 20 дней, усилить выйти на двух-трехшменную работу пылесоса. К уборке улиц надо чаще привлекать и тех, кого за мелкие правонарушения суд приговорил к общественным работам. По-другому будут испиливать старые деревья, чтобы не оставлять пеньков на газонах. Благоустройство не терпит небрежности. Особое поручение архитекторам позаботится об эстетике. С 12 ноября глава города начнет рабочие поездки по районам, где предстоит выяснить все проблемные точки. А вот зимой на дорогах будет меньше песчано-соляной смеси. Вместо нее в центральных районах будут применять экологический реагент Бионорд. Марина Кравцова, Григорий Пришаков. События. В ожидании новоселья. До Нового года из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры въедут 15 семей. Совжи передают городу 30 процентов от построенного объема. На что сменят свое старое жилье переселенцы из разных районов города, посмотрела Марина Матвейшина. Совсем скоро квартиры этой десятиэтажки наполнятся детским смехом и ароматами пирогов. В числе новоселов здесь будут и 15 самарских семей, которые сменят свое ветхое и аварийное жилье на современное и уютное. Квартиры полностью готовы к проживанию. Единственное, чего здесь не хватает, так это вещей и мебели хозяев. А так есть практически все. Обои на стенах, линолеум на полу, а на потолке даже пожарная сигнализация. По муниципальному контракту городская администрация принимает квартиры от областного фонда жилья и ипотеки. Он должен передать в собственность города почти треть от того, что построил. Квартиры с чистовой отделкой по так называемой государственной цене. 33 тысячи рублей с небольшим за метр. Поднять стоимость мы сами не можем. Это государственная программа, участником которой мы являемся. И у нас есть региональная стоимость жилья, которую устанавливает Министерство строительства Российской Федерации. У нас фиксированная стоимость квадратного метра, в данном случае 33 тысячи 342 рубля. И выше стоимости этой мы не могли. Этот дом первый, образец, пример, яркий пример механизма реализации государственной программы по развитию жилья и строительства Самарской области, где город с областью совместно работают, доставляется земельный участок, муниципальный контракт. Это не последний дом в программе. Вот, кстати, напротив строятся еще две секции, в котором также большая часть квартир будет предоставлена городу. Всего в этом году для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья муниципалитет приобрел 144 квартиры. В следующем в планах покупка еще 360. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Новую спецтехнику принимала сегодня муниципальная управляющая компания «Жилсервис». 11 машин, среди которых КАМАЗ, погрузчик и небольшие Амкадоры. Расширение парка – неотъемлемая часть совместной работы городских властей и муниципальных коммунальщиков. Ловко владеть крупногабаритной техникой – многолетний навык. Снегоуборочная машина не только новая, но и многофункциональная. Водитель муниципальной управляющей компании «Жилсервис» готова выйти в рейд. Трактор очень хороший, новый. Выпуск «Орел» на базе Амкадоры. Можно и снег убирать, можно мусор грузить, можно копать. Ну, универсальная техника, нормальная. 28 единиц новой спецтехники закупили на средства из городского бюджета и распределили машины между двух муниципальных управляющих компаний. В Красноглинский район уехали крупногабаритные. А вот КАМАЗ, погрузчик и, конечно, юркие Амкадоры для старейшего Самарского района. У Самарского района есть, в принципе, одна особенность. То, что, если вы обратите внимание, у нас существует много арок, въездов в дворовые территории, где очень узкие проходы, не больше двух метров бывают. Поэтому, если обратить, вот с правой стороны стоят Амкадоры, вот эти погрузчики, которые только они могут туда попасть. Муниципальная управляющая компания «Жилсервис» начала работу в июне этого года. На сегодняшний день в автопарке 19 спецмашин. А вот водителей не хватает. В «Жилсервис» приглашают всех желающих устроиться на работу. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Передел коммунального рынка Самары между управляющими компаниями вносит смуту среди жителей. В удивительной ситуации оказалась одна из многоэтажек. Дом взялись обслуживать сразу две управляющие компании. Платежки шлют тоже в двух экземплярах от каждой из компаний. В ситуации разбиралась Марина Матвейшина. Один дом, две управляющие компании. 78-й дом по улице Георгия Димитрова оказался в центре коммунального противостояния. После того, как бывшая управляющая лишилась лицензии, жители выбрали новую «Жилуниверсал». Но вскоре появилась еще одна контора «Бизнес-центр», которая тоже якобы взяла дом в управление. Война получалась. То красная, то белая. Жители пытаются разобраться, квитанции чьей управляющие нужно оплачивать, чтобы не остаться в долгу. Ситуацию разъясняет руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских. К лицензии управляющей компании, говорит он, прилагается реестр домов, которыми она управляет. Если собственники проводили собрание по смене компании, это должно быть отражено в официальном протоколе. А его нет. Государственная жилищная инспекция говорит, что это собрание незаконно было проведено. Поэтому изменения в реестр не было сделано. И на сегодня, официально, если говорить с точки зрения официальности, «Жилуниверсал» является управляющей компанией, которая обслуживает этот дом, которой надо платить деньги. На сегодняшний день действует договор между управляющей компанией «Жилуниверсал», департаментом управления имущества в отношении этого дома. В отношении этого дома действуют все договоры с ресурсоснабжающими организациями, тепло и вода. Кроме дома на Димитрово, в управлении компанией «Жилуниверсал» еще почти 700 домов. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Навести порядок в сфере ЖКХ и подготовить город к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. В решении амбициозных задач важная роль отводится депутатам представительных собраний внутригородских районов. Чтобы помочь им освоиться в новой для себя роли, в Самаре начались семинары для народных избранников. На первом из них побывал Олег Зверев. Улицы, мосты, парки и скверы. Город шаг за шагом будет преображаться к чемпионату мира по футболу 2018 года. В подготовке Самары к событию мирового масштаба свою роль должны сыграть и представительные советы внутригородских районов. Как эффективно решать и проблемы каждого отдельного жителя, и вопросы стратегического развития города. Об этом народным избранникам рассказывают на специальном семинаре. Все, что касается маршрутов, которые определены, где будут в полностью эти фан-зоны и тому подобное, туристические маршруты, в первую очередь приводятся в порядок эти улицы. Здесь работает программа, здесь работает софинансирование город-области. В таком формате семинар для районных депутатов проводится впервые, но теперь они станут регулярными. На примере работы с обращениями граждан депутаты должны точно узнать, каковы их права и в какую дверь стучаться, чтобы наиболее эффективно решать проблемы. У большинства депутатов уже есть опыт руководящей работы на предприятии. Теперь надо применить его на уровне города и района. У нас на сегодняшний день избрано 284 депутата. Они представляют пять партий, они представляют огромное многообразие профессий. Это и педагоги, это и медики, это и представители промышленных организаций, бизнеса, государственных муниципальных учреждений, общественных организаций. Поэтому для этих людей прежде всего необходимо рассказать о полномочиях депутатов, о полномочиях сегодняшних представительных органов, о статусе депутата. Пока работа райсоветов еще только выстраивается. Отрабатываются принципы разграничения полномочий и сферы ответственности. Задача таких семинаров сделать так, чтобы это прошло в короткие сроки. И работа в одной связке. Район, город, область приносила Самаре наилучший результат. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Расходы областного бюджета на 2016 год хоть и придется несколько сократить, но не за счет социальных статей. Проект главного финансового документа региона рассмотрели депутаты губернской думы. Предполагается, доходы в следующем году составят чуть более 118 миллиардов рублей. Расходная часть будет больше на 5,5 миллиардов. Две трети трат пойдут на здравоохранение, образование и социальную политику. Предусмотрены деньги на повышение зарплат бюджетникам. А вот статьи на содержание органов государственной власти урезали. Проект бюджета составили не учитывая целевых поступлений из федерального бюджета. Когда его примут, будет понятно, сколько область получит из госказны. 12 ноября проект в первом чтении рассмотрят на заседании губернской думы. Затем до 23 ноября депутаты будут выносить поправки. А теперь коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. На пересечении Московского шоссе и Аврора сегодня заработала новая схема движения, так называемое разрезанное кольцо. Это сразу вызвало смятение у водителей, возникла пробка, а затем и ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых с разбитым боком вылетел на газон. В Самаре продолжается строительство дороги дублера на Московском шоссе в районе проспекта Кирова и Ракитовского шоссе. В сети появилось видео этого отрезка пути, снятое с квадрокоптера. Очертания временной дороги уже хорошо просматриваются. В ближайшее время здесь появятся тоннели. Виновник ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, арестован на 14 суток. Такую меру пресечения выбрал суд. Напомним, водитель отечественного авто сбил трех пешеходов, бабушку и двух внуков, которые пересекали дорогу по переходу. Женщина и шестилетняя девочка, госпитализированный трехлетний мальчик, скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП, но после того, как его авто было найдено, решил явиться в полицию. Сызранский Тайсон останется на свободе. Так в интернет-сообществе прозвали 34-летнего жителя Сызрани Виталия Кондратенко, который избил пенсионерку в магазине. Суд признал его виновным. Приговор один год и два месяца ограничения свободы плюс компенсация морального вреда более чем в 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в магазине. Осужденный без каких-либо причин ударил 60-летнюю женщину и скрылся. Его задержали спустя несколько дней. Теперь Кондратенко запрещено покидать город и находиться в местах массового скопления людей, а вечерами выходить из дома. Утренний рейс из Хургады в Самару компанией Когалым Авиа задержали по техническим причинам. По предварительной информации, туристов доставят в Самару сегодня вечером. Остальные туристы из Египта прибывают в Курумыч в плановом порядке. В ночь на вторник прилетели отдыхающие из Шарм-эль-Шейха. Туристы возвращаются домой только с ручной кладью. Почти как Карлсон, только вместо пропеллера – реактивный двигатель. Студенты Аэрокосмического университета придумали способ жить на крыше. Конструктирное ноу-хау – летающий ранец. Проект занял первое место на чемпионате мировых профессиональных навыков WorldSkills High Tech. Сможет ли человек свободно летать над землей? Валерия Макарова встретилась с молодыми конструкторами. Стартап буквально с нуля. Три дня на работу. Конечная цель – реактивный летающий ранец. За победу боролись три российских вуза. В такие условия попали конструкторы Аэрокосмического университета на конкурсе WorldSkills High Tech. Мы работали, спали, вставали, опять работали, спали, вставали. Причем работа шла по всем фронтам. Мы получали конструкцию, тут же отдавали ее технологам. Технологи тут же начинали изготавливать оснастку, писать технологию. По задумке, на этих железных крыльях человек сможет летать со скоростью 250 км в час. Рабочие модели похожих ранцев уже существуют за рубежом. Правда, стоят раза в три дороже, чем вариант предложенной команды из ГАУ. Его цена – 5,5 миллионов рублей. Все материалы российские. Студенты подробно описали конструкцию, спланировали поэтапную технологию производства и сделали экономическую оценку. Реактивный ранец может заинтересовать экстренные службы, военных и любителей адреналина. Высота его полета – 10 км над землей, но безопасность человека под контролем. Есть система жизнеобеспечения. Это специальный костюм, плюс кислородная система, которая позволяет ему дышать на такой высоте. И система парашютирования, которая позволяет ему безопасно приземлиться на землю. Фактически, это готовый проект для стартапа. Продуманы многие детали. Теперь авторы решают другой вопрос. Какую практическую пользу может принести их изобретение? Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Театр превратился в порт. Сцена в корабль, а зрители стали пассажирами. Романтическую и смелую историю задумал и воплотил актер Самарского драматического театра Денис Евневич. Два года актер вынашивал идею моноспектакля, и вот генеральный прогон для друзей. Мариана Мирная стала одним из первых зрителей. За минуту до выхода на сцену последние приготовления. Радиомикрофон, шляпа, готов. Моноспектакль – большая трудоемкая работа, где на одном актере лежит вся ответственность. В помощь идет все – костюм, декорация и, конечно, музыка. Я от этой музыки схожу просто с ума. Она меня настолько заводит, что я сейчас уже начинаю настолько в ней растворяться, даже с текстом, что немножко теряю темпо-ритм определенный, сейчас пытаюсь это убрать. Музыка обалденная. Музыка, я уверен, что, ну и спектакль, и музыка, в частности, никого не оставит равнодушным, потому что она очень трогательная, она очень красивая. Январь 1927-го. У нас уже весь музыкант, и сказал мне, какой-то тип из компании. Знаю, ответил я, и начал играть. «Новиченто» – это история о пианисте, который прожил жизнь на корабле, ни разу не сойдя на сушу. Он был велик, но большой мир так и не узнал о его величии. Сегодня это не сцена драматического театра. Это корабль, на котором родился, вырос и стал легендой. Великий пианист. Его жизнь, его история в полуторачасовом проекте Дениса Евневича «Новиченто». Смелый и амбициозный спектакль «Задумка актера» нашла отклик у многих, кто не работает в Самарском драматическом. К проекту, который запал в душу, присоединились друзья. Жилой оркестр – это такая роскошь, которую мы не можем использовать каждый раз. Это такая тяжелая артиллерия, которую мы используем в тех случаях, где она правда нужна. И здесь он есть, и поэтому, конечно, живые музыканты, живые звуки, живые инструменты – это все очень хорошо. И это хорошо звучит, и это, так сказать, дожимает, дожимает эту историю на конца. Большая сцена, широкий размах и личная история. Авторы и создатели, конечно, мечтают, что спектакль будет иметь долгую и успешную жизнь. Как будет, на самом деле покажет время. Премьера состоится 16 ноября. Мы играли музыку, а он творил нечто милое. Этого не существовало до того, как он сыграл. И когда он поднимался из-за района, больше не было. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События. А теперь о спортивных событиях. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарец выиграл бронзу международного турнира под дзюдо. Баскетбольная Самара потерпела первое поражение в чемпионате страны. Новокуйбышевская «Нова» неудачно стартовала в национальном первенстве по волейболу. «Нова» провела первый матч в волейбольной суперлиге против столичного «Динамо». В элитной дивизион новокуйбышевцы вернулись спустя шесть лет, и дебют оказался неудачным. 3-1 в пользу полицейских. Выиграть «Нове» удалось только во втором сете со счетом 25-23. Баскетбольная суперлига. Самара впервые в этом сезоне потерпела поражение с разницей в два очка от Рязани. Игра закончилась со счетом 77-79, и Самара четвертой в чемпионате страны. Лидер – Пермская Парма. В Тюмени прошел международный турнир под дзюдо. Среди 15-летних спортсменов за медали боролись 11 национальных сборных. Корея, Словакия, Грузия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Греция. За сборную команду России выступало семь самарских дзюдоистов, и только Александр Дейлями завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok